Добрый вечер всем! Мир всем! Пока Сергей там других собирает, Михаил Гордеевич, это Михаил Федорович. Слушай, ты что, пост соблюдал? Тогда наш разговор имеет силу. Ой, да. Да, строго рождественский пост по-православному. И кто не соблюдает пост, наш батюшка не исповедует. Я забыл сказать. Я понял. Так что смотри, ты сильный, ты перенесешь все. У тебя серьезный момент. Ты можешь выйти из этого состояния. Буду стараться. Игнатий. Конечно. Ты больной, тебе можно растительное масло есть в среду и пятницу. А нам нельзя. Только масло. Только масло растительное, больше ничего не разрешается. Пост простой. А рыбу можно есть кроме среды и пятницы во все дни. А когда девятнадцатого декабря, девятнадцатого Николыча до Творец, после него только в субботу и воскресенье. Рыба. А раз рыба разрешила, то и масло. Хорошо. Я думаю, выдержит. Ты себе запиши там. Билая. Запишем. Так. Встанем на молитву, помолимся. Зарю небесный, утешителю души истины, Иже бездесный, и все исполняй, сокровища благих, Иже бездеподателю приди их вселиться в них, И очистены от всяких скверных, И спаси Бога души наша. Господи, благословите занятия. Не дай уклониться ненаправленно от истинного понимания божественных слов твоих. Приди с нами всех вечер благодатный. Вала тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Послание к римлянам святого апостола Павла 1 глава 26-27 стихи. Аминь. 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 А так как они не захотели иметь Бога в разуме, и поэтому вот. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный к тленному человеку, птицам, четвероногам и пресмыкающимся. То есть поклонялись ложным богам. И толкование на эти стихи. Опять говорит, что Бог предал их страстям, потому что они служили твари. Как в учении о Боге они разносились, оставив руководство творения, так и в жизни сделали гнусным. Оставив удовольствие естественное, которое всего удобнее и приятнее, и предавшись удовольствию противоестественному, которое всего затруднительнее и неприятнее. Это означает слово «заменили», которое показывает, что они оставили то, что имели, и избрали иное. Итак, великим обвинителем того и другого пола представляет природу, которую они приступили. Высказав сокровенно о женщинах нечто постыдное и такое, что непристойно высказать ясно, говорит и о мужчинах. Что они разжигались похотью друг на друга, показывая, что они предали сладострастью и неистовой любви. Не сказал же, вожделение делая, но срам. Показывая, что они поругали природу, а разжигались похотью, сказал с той целью, чтобы кто не подумал, будто болезнью их было одно вожделение. Далее, сущая делая, срам. То есть, ревностно предавались нечистоте, совершая ее на самом деле и получали возмездие за отступление от Бога и идолопоклонническое заблуждение в этом самом сраме и в этом самом удовольствии, имея в нем как противоестественным и полным нечистоты наказание для себя. А говорит это Павел потому, что нельзя еще было убедить их в существовании гиены. Если, говорит, не веришь учению о гиене, то верь тому, что наказание для них заключается в самой нечистой деятельности. Пожалуйста, вопросы, комментарии, дополнения. Нет желания на эту тему разговаривать. Тогда идем дальше. Можно, да? Можно, да. Так вот, если я правильно понял, просто уточнить, предал Бог их постыдным, вот они в эти страсти впали потому, что за свое идолопоклонство, да? Или они просто впали и грешить начали? Нет, именно за идолопоклонство. Впереди и толковать не ли говорить, что причина была их отступление от Бога, так как не захотели иметь Бога в разуме. И мало того, что поклонялись тварью вместо Творца. А вот, получается, а какое они наказание в себе получали? Ну, предал их Бог непотребством. А, то бишь, вот это... Срам стали делать. Вот это, как бы, страсть, это и было наказание в самих себе, как это. Да, да, да. Все, понял. Спасибо. Игнать Тихонович, добавите, может, что-нибудь? Ну, только то, чтобы сошел огонь с неба. Аминь, да. Сегодня-то это уже многие непотребством даже не считают. Толерантность, терпимость проповедуют. Дейпарады всякие устраивают. Идет это зараза. Со всех сторон. Двадцать восьмой стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Толкование. Вот и в третий раз повторяет ту же мысль, употребляет то же слово, говоря, предал. Причину того, что они оставлены Богом везде, представляет нечестье людей. Так и теперь поступает. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их страсти. Оскорбление, говорит, причиненное ими Богом, было не грехом неведения, но намеренным. Ибо не сказал, поскольку не познали. Но, говорит, как они не заботились, то есть решили не иметь Бога в разуме и добровольно избрали нечестье. Значит, грехи, их суть грехи не плоти, как утверждают некоторые еретики, но неправильных суждений. Сначала они отвергли познание Бога, а потом уже Бог попустил им вдаться в превратный ум. Чтобы лучше истолковать выражение «предал их Бог», некоторые из отцов воспользовались прекрасным примером. Они рассуждают, когда кто-нибудь, не желая видеть солнце, закрывает глаза и потом падает в яму. Мы говорим, что не солнце, которого он не видит, ввергло его в яму. Но человек упал в яму не от того, будто солнце ввергло его туда, в сердца, но от того, что оно не осветило его глаз. А почему оно не осветило его глаз? Потому что он закрыл глаза. Так и Бог предал их постыдным страстям. Почему? Потому что люди не познали его. А они почему не познали его? Потому что не рассудили и не решили познать его. То есть это никакая не болезнь. Это вот намеренное отступление от Бога. И Бог предает, попускает вот этим вот страстям. Сегодня проповедуем, что человек в свободном выборе. И никого нельзя даже называть мальчиками, девочками, девочками. Родитель один, родитель номер два. Ни отца, ни матери. Ужас, что творится-то в Европе-то. И все это на Россию ополчается. Законы всякие, однополые браки уже. Некоторые так называемые церкви даже уже. И у католиков это началось все это вот. Вся эта голубая. И до нас докатилась. Дожились. Кураев об этом говорил. Срам. А причина какая? Они захотели иметь Бога в разуме. Заменили Бога. Тварью. Рабы. Мощи. Родочевые иконы. Все это не на первом месте. Если Бог на первом месте Христос, то это все можно оставить. А если заменяют, то как вот змея вознесли, все нормально, исцелялись. А потом, когда стали ему кланяться, как и стукану, все уже не годится. Бояться этого нужно. Всех этих лживых богов. А почему он им про это говорит? Они еще учения гений даже нет. Но хотя бы вот это могло бы их остановить. Римлян. Поэтому он и начинает именно вот с этого. 29-31 стих. Так что они исполнены всякой неправды. Блуда. Лукавство. Корыстолюбие. Злобы. Исполнены зависти. Убийства. Расприя. Расприя. Обмана. Злонравия. Злоречивые. Клеветники. Богоненавистники. Обидчики. Самохвалы. Гордые. Изобретательные на зло. Непослушные родителям. Безрассудные. Вероломные. Нелюбовные. Непримиримые. Немилостивые. Толкование. Заметь, как усиливает речь. Называет их исполненными и при том всякой неправды. То есть достигшими крайней степени всякого порока. Потом исчисляет и виды порока. Блуда. Именем блуда обозначает всякую вообще нечистоту. Лукавство. Это коварство против ближнего. Корыстолюбие. Это вожделение имений. Злобы. Это злопамятство. Исполненных завистью убийства. Убийство всегда происходит от зависти. Так Авель убит по зависти. Иосифа хотели убить по зависти же. Расприй обмана. От зависти происходит и расприй, и обман на погибель тому, кому завидуют. Злонравие. Глубоко скрытая злоба. Забытая по какой-то доброте. Далее. Злоречивые. Это тайные наушники. Клеветники. Явные поносители. Богоненавистники. Ненавидящие Бога или ненавидимые Богом. Обидчики, самохвалы, горды. Подсходят твердынь и зол. Ибо если гордящийся добрым делом губит его гордостью, то во сколько более губит он его, когда делает зло. Такой человек не способен раскаяться. Знай же, что величавость есть презрение Бога. А гордость презрение людей, от которого рождается оскорбление. Ибо презирающий людей оскорбляет и попирает всех. Гордость по природе предшествует оскорблению. Но нам сначала становится явным оскорбление, а потом уже делается известна мать его, гордость. Далее. Изобретательный на зло. Ибо недовольствовались сделанным прежде злом, откуда опять видно, что грешили не по увлечению, но намеренно и по собственному расположению. Далее. Непослушны родителям. И против самой природы, говорит вас Сталин. Безрассудны. И справедливо. Ибо могли ли понять что-нибудь те, которые не слушались родителей? Вероломны. То есть неустойчивы в договорах. Нелюбовны. Непримиримы. Немилостивы. Корень всех зол есть самое охлаждение любви. Ибо отсюда происходит, что один с другим не мирится, один другого не любит. А один другого не милует. Об этом и Христос сказал. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея 24, 12. Сама природа соединяет нас друг с другом, как и прочих животных, но люди не поняли этого. Полкование закончено. Пожалуйста, задавайте вопросы. Да, пожалуйста. Я хотел... Тут перерыв был, не понял я. Перед этим говорили, и ты сказал, что там католики на нас. Ну вот это вот. То, что нечестие вот это поразило страну. И в основном там написано почему. Потому что забыли Бога, отвернулись от Бога. И мы виноваты сами. Не то, что католики. Католики там сами по себе. И вот революция, она показала, какой отрыв был от Бога. Все, даже самое маломальское, что было у нас в православии, что еще как-то держалось, теплилась какая-то надежда, что вот эти вот какие-то познания Бога, они перевернутся в обратную сторону, в положительную, и мы пойдем широким путем в Невад. Но все это, все было, как говорится, испоргнуто с корнем. Поглядите, и бороды стали брить в то время, и женщинами эмансипировали, и посты всякие прекратились. Естественно, там и церкви начали рушить, и все. Все оставили. И есть стали непотребные. И свинина эта разрослась везде. Раньше, говорят, в России говядина в основном была. До такой степени даже свиней не было. Хотя, в принципе, ее можно есть свинью, но однако русский народ хотел до конца идти быть верным. Но вот что мы сейчас имеем. Поэтому мы сами виноваты, что к этому пришли. И Господь нас постоянно показывает нам это, что мы виноваты. Аминь. Можно, брат? Можно. А мне вот такая мысль пришла. Читали, что исполнены всякие неправды, и так далее, и так далее, и так далее. Я подумал, а почему так произошло, что все, что здесь написано об язычниках, оказалось в церкви? По сути дела, все, что тут написано, это все относится к сегодняшнему состоянию, внутреннему, церковному. Как так получилось, что не оказалось никого, кто бы преградил пусть ему этому? Крестолюбию, злобе, зависти. Все же знают, что непримиримы, немилостивы, воюют. Почему так вот произошло-то? Почему в церкви это теперь как бы обычно даже, что и завидуют, и убивают, и воюют, и так далее, и так далее. Олег Сват, отвечай. Олег Сват, нет, подожди. Тибунов, подожди, очередь. Олег, говори, у вас. Он давно руку не сжал. Микрофон, включай. Говори, да. Тогда я включу. Написано в 25-м стихе. Они заменили истину Божьей ложью и поклонились, служили тварью вместо Творца, который благословен во веки веков. Аминь. Но здесь понимается по слову «тварь» и понимается именно этот дьявол. Скорее всего, я так вижу, что за этим словом стоит дьявол, за словом «тварь». А вместо Творца. У Бога написано, кто хочет служить Богу, тот поступают духи истние и прочее. То есть в любви, в кротости, в смирении, в долготерпении можно много что перечислять. А вот те, которые отреклись от Бога, они предали Богу превратному уму. И они стали делать всякую нечистоту, мужчины на женщины, а дальше вот это, то, что мы читаем, неправды, блуд, лукавство, красотолюбие, злобы, исполненность, зависть и все. То есть если это для контраста приведено, что любящие Бога, они служат ему, долготерпением, любовью, все. А кто служит сатане, они служат ему тем, что злоречивый, избирательный на зло, непослушный родительный, безрассудный. Это служение сатане. И вот всякий, кто делает эти действия, то служит тем сатане. Он отказался от служения Богу. И он этим действием служит сатане. И всякий, кто поступает так, да не думает, что он служит Богу. А это служение сатане. А почему люди совратились, почему это проникло в среду верующих? Потому что сатана, люди оставили служение Богу. Они возомнили где-то за себе что-то. Оставили Слово Божие и совратились. То есть они стали изобретательны. И кто-то для лучшести возможно решил поступить какие-то, ну сделай вот так, будет лучше. Ева увидела, что плод, что вожделенно для глаз, она говорит, ну лучше же хотела, она же вожделенно, она дает знания. То есть она, как казалось бы, лучше хотела. Но она упразднила тем самым запрет Божий, что да не вкушай, и во тем, который вкушишь, смертью ты умрешь. То есть проявила непослушание. Так вот, всякие верующие, проявляющие непослушание Богу, в мелочи или не в мелочи, для Бога нет мелочей. У него есть да и есть нет, посредине никак. И всякий, кто хочет хранить себя нестерянно от мира, да проявляй послушание Богу. Все, я закончил. Ну, я хочу здесь вот хороший вопрос задать, я хочу напомнить местописание Деяния Святых Апостолов, 20 глава, там с 28 стиха начиная, и там написано, что апостол Павел призвал учителей, пресвитеров, призвал в церкви, когда уходил из Эфеса. И говорит, со слезами я долго учил вас, ну, то есть, много учил и день и ночь, все, и говорит, когда я уйду, то из вас самих восстанут лютые волки, нещадящие стадо. Вот эти волки, они восстают и по сих пор апостолу это было известно. То это и лже-учителя, и лже-пастыри, которых уже может быть не один процент, не два, а десятки процентов. Ну и дальше вот все, что говорил Олег, в принципе, там подходит уже. Если это говорить именно о церкви, как они развратились? То есть, почему их ум вот именно начал воспринимать только вот это мерзкое все? Все, да. Аминь. Ну вот, Олег сказал-то правильно, что служат твари, твари, этот сатанану, здесь тварь-то перечисляется дальше, там, присмыкающиеся, там, всякие животные, они делали изваяние. Но это были идолы, идолы, башки ихние, которые им приносили жертвы. И в Писании сказано, кто приносит жертвы, приносит их бесам. Но сами-то язычники, принося жертвы, они не думали, что они приносят его сатане. Это мы понимаем, что сатана это противник Божия. Если не Богу ты приносишь, то значит ты сатане приносишь, бесам эти. Но сами язычники, они поклоняются не сатане, потому что есть секта сатанистов, а там конкретно посвящены, там у них, а есть язычники, которые нету там этого имени сатаны, они просто кто на солнце молится, кто там Венера или кого-то. Конечно, они не знают, что они сатане поклоняются, я так думаю. Может, я не прав, давай, или? Ну, ты уже как бы в этом ответил, просто хотелось бы заострить внимание. Сатане нет разницы, кому поклоняются, всякий, кто не поклоняется Богу, тот поклоняется сатане, он попадает под это. То есть все в Писании есть такое выражение, все боги народов суть идолы, а наш есть Господь. То есть вот это, что всякий, кто бы избрал любой предмет, не предмет, уклонился от послушания Богу, он поклоняется идолам, а за идолами стоит сатана. Все, я закончу. Еще желаю. Можно можно поправить поправить здесь. Видишь, тут в чем смысл, вот почему тут сейчас что-то начали мы тут, я не понял. Дело все в том, что нельзя отрывать язычество, тут говорится про язычество, ну что язычники, они как к нам относятся, где тут язычники, это надо в Африку ехать, у нас тут вокруг какие язычники, их не поймешь. Нас больше волнует то, что вокруг нас, а все обращаются к церкви, вот в чем дело. Все прилипляются к церкви, как помер человек, хоронить к попу отпевать его и внесут, никуда не будет больше, ни в языческом там какого-то столпу, а все к церкви прилипляются, вот в чем дело. И все, что вот сейчас мы читаем, это все ложится на церковь нашу, хотя церковь святая не порочна, понятно, но если мы начнем сейчас говорить о массе вот людской, как православие все говорит по трях 70% православных в России, то это как раз и нас касается очень сильно даже, не только там каких-то язычников, но и римлян, тем более, давно уж деду. Все, аминь. Да, и сейчас такое место вспомнилось, грушаясь идолов святотатствуешь. Сказал про церковь, это можно сказать, что такое святотатство, это святости. И отсюда тоже есть, а идолов гнушаются, то есть, они идолов не поклоняются, а все творят вот эти беззакония, что мы сейчас впереди прочитали, и корыстолюбие, и обиды, и зависть, все, все, все. Причина-то у нас должна быть, почему такое происходит, намеренно не захотели служить Богу в духе истины, доминили ложью, ложью, возлюбили более тьму, нежели свет, добровольно сами сделали этот выбор, и нет им извинения, что вот там не знали, никто их там проповедников не послал, но здесь само созерцание творения Божия указывает на Творца, почему они не задумывались, они не извинительны написаны? Можно мне тоже от словечка, в общем, ситуация здесь такая, здесь говорится об идолослужении, а вот есть такое, как бы в царствах сказано, да, Саулу было сказано, что ослушание, это подобно идолопоклонству, вот смотрите, нам дана была Библия, Святая Библия, мы ее отложили в сторону и заменили всякими там, ну, частью к обрядам обратились, частью к каким-то преданиям и отодвинули, то есть то, что должно быть от Бога, именно Слово Божие, на второй, на третий, на пятый план, на десятый план и заменили вот это вот идолопоклонцам, вот это стало у нас идолом вместо Слова Божьего, а когда есть идол, там уже идет уже все, причина есть, а после этой причины идет уже всякое извращение, одно за другим, сами понимаете, потом уже, когда явно идолопоклонство, есть у нас, допустим, иконопочитание, понятно, будет четко сказано, к чему воздается почитание Спасителю, Божьей Матери, Святым, но у нас уже исказился ум у людей, и они стали изображать дедушку, им нужен дедушка обязательно, чтобы поклоняться чему-то, они уже не могут иметь образ Божий в себе, вот, в душе, все, им нужно именно нарисованное, чтобы этому кланяться, чтобы был идол, любой идол, и уже, там уже идут извращения любые после этого, как сказано, и заменили, мужеский пол заменил противоестественно, и женский заменил, поэтому вот самое основное первое, что отход от Библии, от Слова Божия, замена чем-то другим, да, вот разными, там, ну, чем замена, что люди перестали быть, как бы, чадами Божьими, прервалась связь с Богом, абсолютно, стали духовные инвалиды, в каком смысле, что вот человек, он остался духовный потребитель, только верует в Бога для того, чтобы получать какие-то блага, вот пошел, взял благословение там, и все, у него все в жизни начинает складываться, он начинает там богатеть, на работу устроиться, чтобы там жениться, ну, чтобы получить блага, а не для того, чтобы быть угодным Богу, и быть с Богом, и быть чадом Божьим, и чтобы принимать, вот в чем дело, ну, в общем, понятно, да? Конечно. Все, во славу Божию. Еще вопросы, дополнения, желающие, пожалуйста. Не покорилось слово Божию, непокорность. Да, да, прежде всего, не покорилось слово Божию, закону Божию, выдумка своих потом пошла, разных этих законов и всего, которые накладывались, как там передавать свечи, как там можно, как там что-то. Сергей, да, повторяйся, это мысль понятна. Все. Вопросы? Дополнения? Ну, в второй главе, что ли, переходим? Да нет, еще последний стих не дочитали. Геннадий Михайлович, даю слово вам еще. Причина вся заключается в том, что прервана связь с Богом. Вот сейчас электричество одного сантиметра в проводах не будет, и все погасло. И поэтому уже в раю Господь вызывает на покаяние, чтобы Адам не прятался, а вышел. Где ты, Адам? Бог его ищет. Разговор там двусторонний. Бог с человеком, человек с Богом. А Адам говорит совершенно не по той статье. Мария избрала благую часть. Как не хорошо готовить хорошее блюдо. Без Марфата мы загнемся все. Но, однако, здесь она избрала благую часть. Почему? Потому что о многом ты заботишься. Тем более, мы православные, мы должны понимать это. Что главное это связь с Богом. Отсюда не любовь. Связь разорвана не любовь к Богу, не любовь к Слову Божию, извращение. Все остальные грехи отсюда. Почему Иисус Христос сказал придет Дух Святой и обречит мир о грехе, о правде, о суде. Не о грехах, а о грехе. А потом поясняет о грехе, что не верует в меня. Вот здесь все. Вот, допустим, с женой не ладится. Ну, понятно. На мамам начинается больше, гора накопилась, рухнула, задавила. Друг друга упрекают, разошлись. И он говорит обращайтесь с женами благоразумно. Почему? Не потому, что она будет меньше тебя жить, она все равно тебя переживет. А потому, что дабы не было препятствия в молитвах. Причина, самая главная, это что нет связи с Богом. Вот что означает, кто Духа Святого не имеет, тот не его. то есть забота Серафима Старовского выразился имя в стяжании Духа Святого. Иоанн Кронштадтский неоднократно каялся. Каялся в маленьких грехах. Дьякон много накоптил, на мои митры попало, я огневался, но потом помолился, и Бог простил меня. И дальше опять говорит, говорит о себе. Я почувствовал разрыв с Богом, а тут уже земное полезло. Женщина кричит, а мою проповедь не слышно, я огневался, но помолился, и Бог простил меня. Вот это качание, как на качелях. Нужно выровнять. Апостол Павел нигде так не говорит. Больше ни разу он не говорит, а только допускает. Допустим, вы обо мне думаете так, но я молюсь. И обо мне молитесь. И потом говорит 5.18.1. Писал Нихисом, непрестанно молитесь. Я задаю вопрос, как могли люди не христиане додуматься, чтобы молиться пять раз в день, пять раз намаз. Посмотрите, вот они находятся, сейчас бьются за Константинопольский, за Стамбульский этот, ну, бывший храм Софии. И показывают, они там находятся, около двух тысяч мусульман. И вот как они поклонились, и сбоку показывают ряды. Ряды, поклон и встали. И это пять раз в день. Да у нас сто человек на большой город не соберешь, чтобы мужики пять раз приходили в день. Вот этот вопрос для меня никак не решится. Почему упустили этой святой, отцы этого не привязали? Главное молитва. Если с Богом тебе ничего не хочется так сильно, как мы хотели, вот весь в этом корне, а уж я не говорю о больших грехах, молитва. И когда сегодня начинаем говорить, вот мусульмане на нас выходят, а мы говорим, а у нас семикратная молитва. Да вы что? О, мы никогда не думаем. То есть они не удивляются, что мы смелые, храбрые, что умеем бомбы насыпать на голову. Удивляются, что мы молимся. Семь раз. А почему у нас столько? Мы говорим, у нас десятина, а у них закят, это, ну как, тоже десятина, одну двадцатую. У нас хуже. Он сразу признает себя побежденным. Мы понять не можем, почему они на всех фронтах побеждают, почему русские женщины не хотят то и другое делать. Нету аборта и прочее. Придет и обличит мир о грехе, что не верует в меня. Не верует, то есть вера добывается молитвою. Павел непрестанно говорил, молитесь обо мне. Не потому, что его молитва не слышна, а она вместе. Это ручники слились в огромную реку, как в Миссисипи. Вот, все время надо к этому возвращаться. Исполнение Духом Святым, а это только в молитве. Отошел. 32. Они знают, праведный суд Божий, но делающие такие дела, они знают, что праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих одобряют. Толкование. Доказав, что язычники исполнились всякого порока от того, что не захотели познать Бога, теперь доказывают, что они не заслуживают извинения. Они не могут сказать, мы не знали добра, ибо знали, что Бог правосуден. Значит, они делают зло добровольно, и, что еще хуже, одобряют делающих оное, то есть покровительствуют злу. Каковая болезнь неисцелима? Пожалуйста, вопросы, дополнения по первой главе. Глава Тихо, не говорите. Вот мы ищем справедливости, а нам нигде не заповедано ее искать. Иоанн Златоуст находит самый мощный довод, что будет суд Божий, то, что на земле есть несправедливость. А почему? Бог справедлив. Но мы видим, что иные, говорят, уходят из жизни, и кости их наполнены жиром, о чем говорит Иоанн. Как они живут? Какая же справедливость? Ограбил народ, сейчас опять на автобус везде повышают, уже 20 рублей будет, а пенсия-то стоит на месте. До прожиточного минимума не дотянуть никогда. Несправедливо? Да, несправедливо. Как Березовский говорит, я проснулся и оказался я утром сказочно богатым. Они понимали, сказочно значит неправдоподобно, фантастически. А как правильно? Правильно, так как Господь заповедал, мы все братья, мы все нуждаемся друг в друге, мы должны видеть нужду каждого. И человек, который не платит, вот допустим, он занимает должность, там, Кудрин или кто-то вот этого, у Люкаева этого захватили, а они называются кровопильцами. Почему? Отняли хлеб, а от хлеба образуется кровь. Отнимающий хлеб есть кровопильцы, кровопилиц. И вот мы должны согласиться, что на земле справедливости нет. Янглатауз говорит, а раз ее нет, а у нас сердце жаждет, я верю, молюсь и заливаясь слезами, Господи, вот человек такой, почему ему не помогли? Мой отец фронтовик, пришел без руки, 10 детей живых, 12 было, и приходит налог забирать, у нас все забирают, до последнего гуся. Я в школу первую побежал по снегу босиком. Ну какая же это справедливость? А отсюда дали премию сапоги, потому что одной рукой то не может, пасет, за быками ухаживает. А председатель колхозных себе присвоил и узнал только от секретаря Компартии. Ну можно ли такого человека обижать-то? Они же видели, что вопиющая несправедливость. Но, раз ее здесь нет, Златоуз говорит, она будет в другом месте, где на суде Божьем. Любая несправедливость это свидетельство того, что будет Божий суд на перстнике разбрата, есть грозный судей, он ждет. И он не подкупен злуону злато. И мысли, и дела он знает наперед. Лермонтова это открыто, она мне открыто. Мы должны научиться доказывать. Вот с евреями когда рассказывают, вот я попутно сказать, Ян Златоуз говорит, довод такой. Я их спрашиваю, евреев, скажите, когда вы делали седопоклонниками, Бог наказывал вас? Конечно, книга судей говорит. Они отступили, и напал на них Яглон, и поразил их, и на 20 лет они были пленены. Там каются, Вавилонский плен кончается, выходит. Так, самый длительный был Вавилонский плен. Соглашаются евреи. А теперь, скажите, дорогие мои, что вы могли сделать в первом веке, когда пришел Веспасиан, и Тит, его сын, закончил осаду Иерусалима, и миллион сто тысяч погибло только в Иерусалиме, только в Ленинграде было столько. Миллион сто тысяч. Для того населения это была страшная утеря. А почему? Что вы сделали? В это время вы идолам кланялись? Они говорят, нет. И не можете, во времена Затауса, 400 лет уже было. И 400 лет не можете собраться. А мы скажем, 2000 лет не можете собраться. Явно, что вы убили не рабов Божьих, а убили домовладыку. И они сразу останавливаются. Мы совершили грех тот, который не равнялся никакому греху. Надо научиться видеть главное, вычленять это главное, и тогда доказательства твои будут в Духе Святом и тронуть сердце собеседника. Вот эта миссия, сегодня миссионеров практически нету. Может быть, единицы где-то. Благовестники есть, проповедники, а миссионеры Дух Святой показывают, что положить на уста, что тот примет. Отошел. Продолжаем. Римлянам 2 глава, 1 стих. Итак, не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже толкование. Все мы люди не одинакового настроения. Иногда покровительствуем злу, иногда бываем судьями чужих зол, осуждаем подобных себе. Итак, сказав прежде о тех, которые одобряли злых, теперь ведет речь об осуждении и говорит. «Итак, не извинителен ты, то есть, ты знал, что правосудие Божие состоит в том, чтобы достойно наказывать злых, поэтому и не имеешь извинения ты, осуждающих, осуждающий, делающих тоже, что и ты делаешь». Кажется, что слова эти относятся к правителям, особенно же к римлянам, как к тогдашним властителям вселенной. Но судить есть, ибо судить есть дело правителей. Впрочем, это приличествует и всякому человеку, ибо всякий человек может судить, хотя бы и не было у него судейской должности. Итак, когда осуждаешь, говорит, прелюбодея, а сам прелюбодействуешь, то осуждаешь самого себя. Вопросы? Вопросов нет. Идем дальше. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Толкование. Дабы кто не сказал о себе, я доселе прелюбодействовал и избежал суда. Апостол, устрашая его, говорит, что у Бога не так. У нас одного наказывают, а другой хотя тоже делает, избегает наказания. Но у Бога не так, ибо суд Божий на дурных людей есть поистине. Когда читаю эти строки и Михаила Гордеева вспоминаю, когда он говорит, да вы что мне говорить, я 82 года курил и здоров как бы. и он каевш, каевш. Каевш, да слава тебе Господи, Бог услышал молитвы. Вот. А у Бога не так, если, ну, не наказывал тебя 82 года болезнями Бог, меня он с 30 лет наказал, рак не дал по милости Божьей, я покаялся. Ты чуть попозже тоже тебя прихватила последний. Бог милости через болезни разумляет, наказывает. Кого через болезни, кого через войны, через бедствия. В каждое сердце Господь стучит, покуда она бьется, призыв к покаянию. Нет. Знаем, что делаем самоубийство, куря, однако курим. Внутри то, не должно так, потом уже и говорит Андрей тебе, а соблазн молодежи это какой-то. Тебя может Бог и не наказывал болезнь, а меня в 30 лет наказал. Я бы так рассуждался. А вот дядя Миша все прокурил, себя убивал и ничего это. Так. Ну, про осуждение кто хочет вопрос задать или сказать. У меня просто был давно я ходил в Московскую патриархию в кружок слова, и там девушка одна, батюшки задала вопрос как раз не это место читали, а Евангелие про не судите это, не судимы будете и по каким судам судите, таким указ судить будут. И она вопрос задает, батюшка, вот если я за всю жизнь никого не осужу, я значит в лайк упаду согласно этим местам писанника. Я вам сейчас не помню, все там батюшка ответил, но мне так, я тогда уже знал толкование и отличал осуждение от обречения. вопрос хороший, конечно, она задала. Давай, Алекс, вот. Здесь маленько коснулись слова суд. В Писании я вижу есть то, что, к примеру, Давид, он говорит, я буду возвещать суды твои Божьи. Я вижу через Писание возвещение судов Божьих, оно приветствуется, а вот суд человеческий такой, как он есть, вот это как расприцается. Я так спонюшал. Ну, есть Писание о суде человеческом, разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Святые, ну, не ангелы, а люди, говорится, или умершим уже можно будет судить в том веке? И что значит, как они будут судить там? Помнишь такое? Дубунаст! Понятно, что Дубуна кто-то власть у тебя. Говори, дорогой. Ну, я хотел сказать на Евангелие, напомнить. Там седьмая глава, перед этим пятая, шестая главы идут. И Христос в пятой главе говорит к ученикам на горную проповедь Евангелия от Матфея. И потом говорит, вы соль земли. И потом после этого говорит, что не пришел я нарушить, а исполнить пришел все законы эти. И дальше там идет еще шестая глава. И после этого Христос там же находясь говорит, не судите, да не судимы будете. Он обращается, он говорит-то не к ученикам своим только лишь, к ученикам. Он же знает, что ученики будут святыми. Насколько понятно за это слово. То есть они будут настоящими верующими в него, искренними христианами. И поэтому кто из них будет, будет кого судить и где, он это все знал. Они будут между теми 24 старцами, которые будут судить всех. И поэтому в основном не к ним обращается, а к народу, который перед ним стоит. Ведь он не зря сказал эти слова о себе, что я не пришел нарушить закон. То есть о нем сразу начали говорить, что раз он такие речи говорит, принародные и так далее. Ну и дальше там Вильзевулт с ним и так далее. Все это он творит дела. То есть его пытались опорочить Христа. мы видим и что и бесноватым представить его и сумасшедшим и перед римлянами его опорочить решались. Здесь больше Христос говорит как раз об этом учении, которое он предоставил людям, чтобы они не осуждали его, а думали о том, что делать. Потому что любой человек может осудить. Оказывается, суждение есть суждение, а есть осуждение. Рассуждать можно, но рассуждение это не злоба, а осуждение это уже злоба. Ты уже хочешь опрокинуть до конца и победить и растоптать, как Левиафан, как этот бегемот. А рассуждение это бывает и обличение, а бывает просто и вопрос. Хочет человек разобраться до конца, разрешить этот конфликт, так сказать, хотя этого слова нет, в Библии, это я говорю уже о том, что всегда противопоставляли Христу. Всегда шли с ним на какой-то конфликт. Ни на компромисс никуда. То есть иудеи были бойцами до конца за свои иудейские предания. Поэтому в основном, когда мы говорим об осуждении, мы говорим об осуждении теми людьми, которые имеют злобу. Если мы верны Христу и не можем грешить произвольно, то от самого христианина ждать осуждения кого-то, но это маловероятно. От кого тогда исходит осуждение? Ну, от тех, кто не до конца Христов еще. Он даже в церкви может быть, но он еще не тот христианин, который должен быть, который не умеет не осуждать. часто когда мы начинаем говорить о священстве, потому что это очень сильно нас касается в нашей православной церкви, то всегда говорят, о, все вы осуждаете. Как мы можем осуждать, если мы говорим о принятии каких-то канонов, о исполнении канонов вот этими самыми священниками, которые не исполняют? А сегодня это сплошь и рядом. И причем теперь уже ясно, что какие-то каноны, которые им очень нужны, они выпячивают, а те каноны, простые каноны, как о троекратном погружении в воду, они наоборот скрывают их. Как ни странно, вот посмотришь там эти тесты православные и так далее, скрыты простые каноны, а которые им нужны, они вытащат там, что своего там митрополита или своего епископа ты оскорбляешь, и вот, значит, тебе уже канон. Так это кто до него доберется, до епископа, чтобы оскорбить, во-первых. там не сказано перечень оскорблений, то есть все так сложно это. А простое, то, что Христос нам вот предоставил в Нагорной проповеди и каноны потом православная церковь дала, это никто не исполнит до конца. Ну, все. Брат, можно добавить? Да, пожалуйста. Я, ты привел слова, разве не знаете, что святые будут судить мир, а дальше это продолжение. Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Это как раз апостол Павел Коринфян писал по поводу блудодеяния, которое там совершалось одним братом. Вот он их призывал и говорил, что вы судитесь между собой перед неверными. суд. То есть? Значит, суд человеческий не всегда может повисаться. Да, наоборот. Ну, суд, что такое суд? Википедию открытого орган государства, осуществляющий правосудие. Неужели мы не имеем права осуществить правосудие? Самосуд, да, не можем их делать. Но есть же церковный суд. И как быть с людьми, которые в церкви грешат и совращаются в пути Божьих? Нужно осудить, передать анафему принародному, это поэтапно как-то нужно делать, или что это? Тоже? Вот как раз апостол Павел говорит, ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергнете развращенного из среды вас. То есть мы должны рассудить, понять и вот такой суд вынести развращенного извергнуть из среды своей, чтобы он больше никого не развращал. Да. Отлучить его до покаяния на время предательного что-то некое. Алег, подожди, сейчас он хочет что-то возразить, может, потом продолжать. Сергей, ты вот когда говорил, говоришь, ну, иногда позволительно человеку как бы судить. Дело не в том, что написано суд человеческий не творит правды Божьей. Суть в чем? Верующим говорит, а мы имеем Дух Христов. Почему и написано, что разве не можете судить маловажные дела? Не как бы они сами могли судить, но они как бы возвещали изученное от Слова Божьего, от Господа принявши, и говорили, ну, вот это плохо, а вот это хорошо, вот об этом сказано. Не о том, что человек захотел и говорит, ну, я буду думать, это плохо или хорошо, нет, не так. А то, что Господь называет плохим, суд Божий заключается в том, то есть они возвещали, имели ведение о судах Божьих, поэтому и судьями как бы могут быть, но судьями не по своему пониманию, по человеческому рассуждению, а по Слову Божьему, то есть кто-то говорит, да это плохо, почему ты сказал, что это плохо? Ну, я так найди в Слове Божьем, потом мы об этом поговорим. Да не произносит никто своего суждения на этом пути, чтобы не строил это. Вот об этом сказано судья. То есть суд человеческий, он ложный, но когда мы возвращаем суды Божьи, вот это есть истина. Я закончу. Знаете, конечно, резюме подведите. Тут одно место открой, прочитай, пожалуйста. Книга Ева, 3617. Читать? Конечно. Но ты происполнил суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. Это единственное место, которое заставляет задуматься. И почему не просто суждение, а утверждается Богом, кому простить и проститься. А отлучение от церкви на многие годы, а есть даже такой канун, который на 30 лет отлучает, когда пошел к предателям и предавал своих. Это как? Это не суд. Бог верил в суд сынам человеческим, дабы по правде судили. Вот у Епипания мы считаем, он поставил одного диакона. Он проходит немного времени, жалобы пошли. Один жалуется, говорит, неправильно судит. Да как же неправильно? Это я видел, он разумный. Ну, пришел за ширму, стал, а он судит. Он послушал, ой-ой-ой, куда он? Он его сразу прекратил и говорит, слушай, а ты кем был до этого? Он говорит, портным, вот иди и шей. Вот сегодня таких-то, которые есть, ну, кто начнет, сапожник-то должен точать сапоги, говорит, а не решать там в суде. Почему Серахов говорит об этом? Без плотника, без каменщика город не застроится. Но, когда собирается собрание, их не приглашают, на это специальные люди есть, кто-то составляет закон, и при том суд. Суд заочный, это тоже суд, который приговор уносит, который анапиму возглашает. Разве это не суд, когда навсегда отвергают от Бога? Но, это все должно быть в Духе Святом. По слову Божию, тщательно рассмотреть, чуть-чуть что-то неясно, отойди. Я не молился, я не знаю. Вот говорить надо так, как говорил, ну, таких мы много находим и святых. Я еще не молился и ответить не могу. Как Бог откроет, и теперь по слову Божию смотрит. По обстановке о них так, как говорят, с кондачка брякнул, а человека выкинули, говорится, из своей колеи, а он теперь никуда не гожий. Ну, ладно, если крепко перенес, а если не перенес, вот, за Иова Бог заступился, они вынесли суд ему. И судили-то они правильно. Я первый раз читал книгу Иова, не мог понять, за что же на них такое. А они ратовали за Бога, а Бог сказал и через Иова, стоило ли вам припираться за Бога? За Бога. Он с Богом не сисюкает, он говорит открыто, выходи, Господь, я буду судиться и буду прав. Это страшно даже слушать, но Бог сказал им, чтобы они дали там тельцов, и он принесет жертву. Не от вас я не приму ничего больше. Вы рассуждали неверно, просто рассуждение, они близки к осуждению, настолько неверны, что отдалили их, и молитва их прервана была, в молитве дело. А от Иова я приму, этим заканчивается. Здесь быть надо очень осторожным, и не рвать себя на туда, где какой-то суд выносить. Лучше посиди, помолчи. Отошел. Понятно. Игорь Ильич, простите, а какой Иова, какой стих, повторите, пожалуйста. 36.17. Спасибо большое. Это единственное место в Библии, кроме того. Брат, я канон отвергаю. Секунду. Извергнуть развращенные среды. Вот для чего каноны-то нужны. Чтобы развращенного извергнуть, а кто еще не развратился, того остановить. Чтобы он не пошел за ним. Чтобы церковь внутри оставалась чистой. Кроме молитвы, молиться и в Духе Святом это само собой разумеется. А я думаю, что раз они отвергли каноны, значит они не в Духе Святом и не молятся, получается. Сережа, разреши еще скажу. Жития святых нам показывает пример. Вот одного смотрит пресс-митера, а у него с затылка виден язык. То есть сгнило все у него в затылке, видимо, через рядом с позвоночником. А он аж удивился, говорит, а за что? За то, что несправедливо отлучал от причастия. Это страшное дело. А как? А церковь выносит суд. И при том он должен по канону, для чего сейчас брат Михаила говорит, это необходимо. А сегодня все отвергли суда. Хитрость как? Никого не судите. То есть вся мерзость в церкви накапливается, люди недостойные причащаются, многие больны, из больницы не вылазят и немало умирает. Из-за чего? Перекратился суд. Нет суда. А Господь суд делает и через людей. Господь нашими ногами, говорит, ходит, нашими руками делает. Он всеобъятный, и ему нет места Богу, где все наполняет. Но когда ты придешь, говорит, посетить больного, он лежит на адре, как раз по размеру двухметровой койки твоей. И мы должны понимать, слово суждение, это не означает, что нельзя говорить, церковь вынесла, и мы должны сказать, когда мы говорим о канонах, сейчас экономия, где вы нашли это слово экономия? Все попы этим поражены, почти все. Я говорю, а почему вы не берете святого Иону, митрополита Киевского? Он говорит так, святые не показали пощады, и от нас ее не будет. Я права не имею. Правильно, неправильно, инструкция, вот эти адвокаты, они сражаются по закону. У меня знакомый, прокурор края близкий, генерал-лейтенант, судья мне близкий, знакомый, краевой судья, но они ничем им помочь не могут, кроме как правильное применение статьи. Речь не идет статьями оперировать, как мы местами Священного Писания, и об этом надо молиться, чтобы память была, не жаловаться. У меня памяти нет, поэтому помолчи и спроси, а другое что-то еще написано в Писании? Как рассуждали в Духе Святом жившие люди? Они не боялись сказать слово ересь, а сегодня конфессия, динаминация, лживые слова. Церковь и не церковь. Вот сейчас мне скинули материал, посмотрите, фильм называется «Ученик». Он только что вышел. «Ученик». Себе запишите. Я вот сегодня посмотрел, а сейчас приходят и говорят, его уже убрали, но он сохранился по частям. Меня попросили дать разбор этого, я назвал «Трагикомедия». Трагическая комедия. Мальчишка один поверил и висюду, висюду висюду в Библию и стал применять и все вокруг поднялось. Но он как рехнулся уже, никого совета не слушал и кончилось трагически все. Слушать надо, без совета дело расстроиться, Писание говорит, не состоится. Вот какое дело. Без совете, два слова запиши, без совете и непослушание. Вот два слова. Это два коня, без совете, а когда дали совет, по-своему сделаю. Я сам, сусам. Это два коня в колеснице, на которой ты сидишь и несется она в пропасть ада, говорит Иоанн Златоустый. Без совета ничего нельзя делать. Надо научиться. Тогда видно будет, что ты Бога боишься. Собери консилиум. Врачи, смотри, какие были, не были опытные, они собирают консилиум. Профессора, а как ты думаешь, да вот был такой случай, это вот так-то, нам нужно привыкнуть к этому. Мыслить категориями Святой Библии. Отошел. Так, час прошел, полчаса на вопросы ответят, пожалуйста. Если у кого возникли до этого времени. Пожалуйста, задавайте вопросы. Давайте тогда идем дальше, если кто-то... Ну, давай у меня вопрос. Да, вот у Виктора Савчина вопрос. В мир вам. В мир. Законен. Закончил сессию сегодня. Слава, если тебе будет. Ну, вопрос такой, близкий мне человек, недавно приехал в Потеряевку, Роман, малыш. Ну, стал я с ним беседовать, ну, православно мыслить. Ну, вот по поводу печати Антихриста. Значит, он считает так, что печать уже ставится. Я открыл трехтомник, мы с ним разбирали, читали, то есть сборку толкования Геннадия Фаста. Это его никак не убедило. Значит, вопрос такой, как на основании Священного Писания и толкования отцов церкви показать, что... Возможно ли такое показать, что печать еще не ставится. Ведь многие православные считают, что уже этот штрих-код, это и есть печать. Да и не только православные. Это можно слышать от различных старцев, ну, и так далее. Много видений. У нас в православии вообще много чего. На основу, так скажем. То есть зерно от Микины нужно отделить. Ну, вот такой вопрос. Добунов, можно сказать? Да. Я вот думал по этому поводу. Ну, и могу-то... Потому что у нас уже были такие прецеденты несколько раз. И хочу сказать, от чего происходит все это. Ну, я так... Как мне кажется. Вот Игнатий Тихонович сказал, что прежде чем человеку креститься, ему нужно пройти вот катехизацию такую, как у меня. А у меня она проходит, ну, когда занятия у него были в университете, 500, там, 15 или 512 академических часов. И вот пока человек не пройдет курс этот академический, ему какие-то вопросы решать самому крайне непозволительно. Он еще находится на низшей ступени христианского развития. Он должен слушать и молчать. Молчать и слушать. Это известное произведение очень. Как говорили там Шарикову. А он начинает, как говорится, вылупаться этот человек. Вот то ему не нравится, а это ему... Он понимает много в этом. Потом понимает... Начинаешь с ним разговаривать, ничего больше не знает. И даже об антихристе-то не знает. На какой главе, на какой странице, почему так говорят. Поэтому ему надо учиться, слушать и молчать. И вот еще очень многим это нужно делать. Аминь. Сережа, вопрос-то ко мне задан? Виктором? Да. Я отвечаю. Найдите место, открывайте. И языки Илья. Девятая глава. Четвертого стиха. Начинайте читать. Ответ здесь. Так, еще раз. И языки Илья. И языки Илья, девятая глава, четвертого стиха. Ну, лучше с первого. Прочитайте. Некоторые даже не знают, еще не читали. Тут немного. Девятая глава. Девятая глава, языки Илья. И языки девятая глава. И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подли медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих, о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Так, теперь остановись. Да вот теперь говорит там Роман Малыш, как рассматривать? Я не о чипах говорю, но что незримое, уже помеченное. Вот прямо, мы не можем это опровергнуть-то. По городу сделай знак. И пятый стих считай. А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. я не сказал. Ну понятно. Дальше будет уже Рубиловка, как Солженицын говорит, началась. Мы в это верим или не верим? Вот вопрос один. Если мы в это верим, мы видим, что знак. А как же? Мы верим, что тысячелетие старства началось и дальше говорит, когда мы считаем, знак на ком ставится, какой, видимое или невидимое. Печать. Видимое может быть в виде щипа и невидимое, которое идет. Идет, по крайней мере, с девятой главы из Икииля. И сегодня Бог помещает своим. Живет рядом со мной брат родной. Я ничего ему не могу доказать. Уста закрытые. Почему? Другой знак стоит. Вот когда ты помечен вот этим, остальные погибают. И губительное орудие, что может быть это атомная бомба, кинжал, губительное главное. И никого не щадите. Почему? Иеремия 48, 10 говорит, проклят, то удержит меч Господень откровительный. И не попасть бы под проклятие. Это очень серьезное дело. И если понимать духовно, то Роман прав. Роман прав. Почему? Об этом говорит архиепископ Андрей Кесарий Кападокийский. Это главный толкователь откровения Иоанна Богослова. На основании вот это все остальные уже, ну, отец Геннадий в вас, он за основу берется. Костяк. И они понимают так. Пищать есть видимая и невидимая. А какая будет? Один святой толкует так, другой иначе. А как правильно? Никто не знает. Не знает, почему. А даже этот чип, он будет скрытый под кожей. А может быть так. Подошел к Кассе, он незримый на костной ткани лба. сразу прибор показал, зазвенел, а ты взял, а у тебя ничего там нету на книжке. Вот как может быть. Сейчас печать идет. И мы ее увидим. Вот она сейчас показана. Но она незримая. Она тебя выделяет из всех. Отсюда благодать, отсюда все качества, какие человек не может добиться. Можно научиться механически делать очень много. Быть смиренным, кротким, нигде ничего, никого не обличать. Но не Дух Святой. Просто человек держит себя в руках и может добиться. А как узнать? Повторяю, главное это молитва. Лицемер тайно не молится. Есть такое изречение. Главное это молитва и доверие Слову Божию. Он никогда не возропщит. Он только благодарит Бога за все благодарите. Он будет Бога славить, сберется все-таки на третью ступень словословия. Вот как у нас канон Андрея Критского на три ступени считается. Простительный, благодарственный и словословие. Почему? Бог помещает. Вот такой ответ. По поводу того, что духовно уже, мы с ним тоже рассуждали, но он имеет в виду, что именно та печать, о которой говорится в Откровении 13 глава. Я на это отвечаю, Виктор, что часть святых отцов понимала именно так. Видимо, а другие невидимо. И поэтому Ефрем Серин и Кирилл Иерусалимский противоположная разница. Как исхожение Духа Святого, одни понимали только от Отца, как мы считаем, символы веры, а другие, как Григорий Ницкий, брат Василия Великого. И таких, мы как-то считали, девять или десять самых крупных святых отцов понимали, как католики. Почему? А как Вы считаете? Правильно то и другое, но более полное у католиков. Потому что все стекало сюда. Я думаю, здесь вопрос невидимая или невидимая. А может ли видимая или невидимая печать быть без самого Антихриста? Не может печать быть раньше того, кому она принадлежит. А вот. А Роман утверждает как раз, что печать сейчас ставится. Антихрист ему сейчас лет 10-12. Он еще не воцарился. Он еще не воцарился, но он уже на земле родился. И сейчас всем печати невидимых нашлепывают, потом он воцарится, они все продолжают. Так, братья, чтобы правильно было понято, я еще раз говорю, на эту тему не спорьте. Понимали, так и так. Почему? А то и другое доказывается. И настаивать на своем не надо. А как? А когда придет? Пророчество даны не для того, чтобы мы разгадывали, а чтобы убедились, что они были предсказаны. Вот так объясняют святые. Ну, ты, мы считаем, у Лескова. Он в городе был, встретился с верующими, а в это время, 1861 год, стали наделять земли крестьян. Ему говорят, а он спрашивает, а сколько у тебя сыновей, какой возраст. Но он говорит, тогда это вот по Евангелию, по откровению, ему принадлежат, должны дать 50 соток. Толковать-то можно все. Так а куда оно вытянет? И он, мужик, на полном серьезе толкует, сколько есть. А это Лесков, священнический сын из их среды. То есть, он реально брал на практике. Все они толкуют вообще. Толковать и не надо. От сокрыто до времени, предвремя мы увидим. Но мы даже понимаем, что духовное на первом месте. И насильно никто не будет ставить, ни ту, ни другую. А почему? Да сейчас генераторы работают там на особых частотах, в разум вторгаются, ничего этого нет. Это обман. Кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, все, отпало. Я вот вел, когда занятия в университетах, часто приходили сектанты, ну, они знали, что они не церковь. Но они приходили и говорили, ну, вот как вы считаете, вот у нас мы работаем с наркоманами, вот они теперь стали другими, семья у них нормальная. Это что, просто усилие наше или дух святой? И вот мы верим во Христа, верим во Святую Троицу, от Бога или нет? Православные задают вопрос, а сектанты имеют ли духа святого? Тут же сидят священники в зале и отвечают четко, да, имеют на первой ступени. Никто не назовет Иисуса Господом, как только духом святым. Какое еще доказательство? Иисуса признать Господом может только движимый духом святым. Но они засохли, дальше не идут. Начались хуления на церковь. И Господь дальше не дал продвинуться. И поэтому восхождения нет. Надо вычленять. Самое главное, что встречается, а не поста не креста, куда это приведет. Другого ответа не будет. Спасибо, Христос. Кроме Духа Божьего, живущего в нем. Да. Еще вопросы, пожалуйста. Есть? Так, я Виктору хотел сказать. Он учится, он грамотнее всех нас должен быть. И вот встречаются люди, которые говорят, земля не круглая, не шара, она плоская. Ты уже встречался с такими. Ты как считаешь, нужно им доказывать это или нет? Нет, я не доказывал. Я им говорю, что земля плоская, то это лучше нам. Суп не прольется из тарелки, чем она круглая-то. Как раз Роман Малыш, насмотревшись очень много видеоматериалов, он и говорит об этом. Я все это знаю, но никогда не спорь. Сейчас доказывает, что на Луне никто не был, спутники не летали и прочее. Но это его мнение. Пусть он находится в этом эмбириональном состоянии. Я ему говорю, что я двойки ставить пока не буду. Угол тебя тоже ставлю. Ему не помешает этого хисарства Божия. Мы без Джордана Бруно достигнем этого. Аминь. Так, там скажите, чтобы Никита не махал руками в камеру. Это не хорошо. Видно, да, на весь эфир. Он около меня подошел тут. Андрей, пожалуйста, в Белоруссии вопрос задаваем. Микрофон включи, Андрей. Слышно, Илья? Да, сейчас слышно, да. Ага. Я хотел спросить вот по Езекиилю, что не троньте ни одного человека, на котором знак. То есть, если где в Библии, более конкретно, что это за знак? Вообще, или это подразумевается в духовном плане человек, который старается жить благочестиво, либо это действительно знак какой-то знак? Так вот, Андрей, подтягивать за уши мы не будем, как вот еще у старобрядцев есть. Они говорят, Моисей крестообразно помазал кровью. Как? Перекладину, косяки и порог. Я говорю, да порога-то не было, не было порога-то. В шатрах-то порога нет. Вы еще мудрите. Чтобы ко Кресту это подтянуть, начинается уже извращение. Нельзя этого делать. Не знаем. Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Запиши себе выражение это. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем, святой Иоанн Златоуст. Надо научиться смирять себя. Почему? И Давид говорит, не смирял ли я души, как дитя тебе отняту от груди матери. То есть она просит молока, ребенок-то, а я хочу знать тайну. Бог сокрыл. Вот Иоанн Златоуст спрашивали, а вот Илья взят на небо, а где он там, на каком небе, с чем он питается. Он говорит, что взят написано, а где и что не написано. И на это место, говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Мы не знаем, какой знак, но что он есть, это определенно. Крестообразно или нет. А что крестообразно, еще подтягивает. А вот Моисей, змея повесил крестообразно, может быть. Но кто его знает. Теперь, Моисей держал руки, побеждая Амалика. То ли он вверх, или нет. Ну похоже, что крестообразно, но не написано. Остаивать нельзя. Нельзя. Вот старобрядцы двумя перстами крестятся, новообрядцы тремя. Какое правильно? Я легко доказываю старобрядцам особенно. В течение 10 минут. В том и в другом элемент ереси. Элемент. Почему? Крест вещественный и духовный. Соображайте духовное с духовным. Духовно там не мог не быть распятый дух Христа по божеству. Божество бесстрастно. В прошлый раз мы об этом рассуждали. Он страдал по человечеству. А по человечеству троица не страдала. А страдал сын человеческий. Так еще разделять. Бог разделил. Не мы. Он называется Бога Человек. Соединительная буква О стоит. И поэтому первые христиане, Ян Златоуст говорит, крестились, крестное знамение изображали одним перстом. А почему? Кто латынь знает Христос Регнен. Что означает? Они показывали перст один кверху, показывали один Христос царствует. Вот это место Ян Златоуст говорит, в римском пантеоне было 500 божеств по названию ни одного в действительности. И христиане устраивали монотеизм. Вот за что сильно держатся мусульмане. Они правильно понимают, Бог един. Они даже нас не принимают. У Бога нет три там и прочее. Они не понимают. Мы верим в Бога единого и повторяем Бога Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Если три суть едина, единосущная, нераздельная троица. Надо научиться повторять слова, не понимая их смысла. Это никто не понимал никогда. И оставь эту задачу. А я хочу, чтобы все понимали. Лишишься рассудка. В маленькую, говорится, лунку на земле океан не вычерпывается, как там Блаженного Агустину показано было. Ребенок там отодел, от ангел показал. Ты в разум свой хотел. Тем более песок, все уходит вниз. Мы забываем. Песочные мозги-то. Проблудили их. все. Все. Ну, понятно. Еще вопросы, пожалуйста. Я Андрею хотел сказать. Андрей, никогда не бойся сказать, что не знаешь. А я не боюсь. Я просто говорю. Вот говорят, а как же так? Вот мы думали, что знаем. Вот подошли и решили испытать. Это я беру из мусульманской жизни. А он почитаемый всеми, учитель. И один подошел посмеяться. Скажите, вы на лошади сидите, а сколько у ней ног? Он подожди, говорит, слез с лошади. И давай считать. Одна, две, три, четыре, четыре. Так ты что не знал? Я еще решил убедиться. Может, дорога и нога потерялась. Надо научиться отвечать правильно. А то другой подошел, вопрос задал. А он говорит, не знаю как. Вы же все знаете. Я не знаю, надо ли тебе отвечать. Полезно ли тебе будет знать. Это первый вопрос. Нужно ли задавать этот вопрос? Нужно ли отвечать? А потом уже молиться об истинном ответе. Слушаю. Там Олег поднимает что-то руку. Да. Давай, Олег, Миш, потом ты. Олег, говори. Хотел задать вопрос. Я думаю, наверное, Андрей с этой позиции задал вопрос. Не в смысле какое это-то, с чем там мазали, какое там, то есть, что это было. Я хотел, я думаю, хотел и я уточнить этот вопрос. Человек в льняной одежде, имеющий прибор письменный, он делал, вы считаете, что это начертание сатана, ну, сатана свое делал начертание? Или вы думаете, или, или это дух, как, или это начертание позже, чтобы сохранить избранных своих? как подобно, как в Египтех это было, делали начертание, ну, не начертание, а вот, то есть, помазали косяки, там, то же самое, и ангел-губитель проходил и не трогал имеющих начертания. Я как раз вот это вижу в Венееме. Мазекиле, извиняюсь. Это так же было при Моисее. Ангел проходил, и ангел кровью мазан, и в эти дворы не заходил он. Дома. А какой знак был? Откуда мы знаем, какие? Может быть, просто кистью мазнул кровью, но это было. Нам в эти тайны никогда не надо заходить. Мы не знаем. Я не про знак, я не про знак спрашиваю, а я спрашиваю, это начертание сатанинское, или это Божий знак? Олег, я много раз отвечал, Божий слуга, Божий слуга, Божья, чтобы не трогали. Бог делает знак. Там Божье было, в Египте, и здесь Божье. И мы этот знак имеем. И сатана, написано, не прикасается. Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Верующий не грешит, пока как не грешит, умышленно, нигде. А может спотнуться? Да, может. Но я помолился, и Бог простил меня. Слава Богу, все ясно. Спасибо. Аллилуйя. Я вот хотел сказать, кто не православный среди нас, если есть, я 53 года с сектантами встречался, а иногда просто четыре собрания у них, вот Михаил Федорович, он знает, четыре собрания у ваптистов, и четыре раза я посещаю их по два часа. я знаю их жизнь очень и очень хорошо. И вот когда с ними говоришь, что думаешь, какие они сироты. Почему вот Питер Гинквист, когда 2000 баптистов, там, другие покаялись, пришли в православие, книгу назвал «Возвращение домой». Приходится, когда с сектант обращается и принимает крещение, я говорю, не могу выразить, что я где-то далеко-далеко был, а был у них проповедником, у меня даже такое было, проповедовал у них Саша Пресетер, это по-нашему епископ, обратился. И он говорит, я не могу и выразить, как будто далеко-далеко был и вернулся домой. То есть внутри тебя что-то есть. Я однажды говорил это, когда поют там цыгане, ну, бывает, попутно слушаешь, корейцы, хорошее пение. Но меня не так не трогает, когда слышу, когда евреи поют. Я еврейского языка не знаю, но внутри меня как бы отголосок родного, далекого, забытого. То есть где-то там, за далью-за далью веков. Мы имеем отношение к этому, все имеем, но нам не дана эта счасть быть избранными. Хотя меня за это гвоздают со всех сторон, что евреи, то другое. Нет, это избрание остается навсегда Бог верен. Они не знают. Так они сатанисты и отвергли Бог их дьявол. Те, которые отвергли Бог дьявол. Но от народа израильского благословения избрание не отнято и не будет никогда отнято. Бог верен, а мы неверны. Я попутно хочу это сказать. Михаил Кальмаев, задавай. Я хотел задать такой вопрос, что, ну, как бы, сначала зачитая короткую выдержку небольшую, один известный человек об патриарх, об Примакове, когда он умер, верим, что покоенный Евгений Максимович войдет в историю Отечества нашего, как удивительно светлый человек, принесший большую пользу Отечеству и многим, кто его знал, любил. Церковь прощает грехи покойному. Она говорит Богу, у него нет ничего, за что бы мы могли его плохо помянуть. Мы отдаем его в твои руки и верим и надеемся на милость и любовь к твою рабу Божию Евгению. Есть такие выражения, что церковь прощает, церковь может вымолить из ада. Все мы знаем Примакова и Патриарха. Вот эти слова, вот церковь прощает грехи покойному, я хотел задать вопрос. Действительно ли так? Действительно так, когда Михаил по слову Божию в духе святом без обмана с обоих сторон. Вот только тогда неправедный суд не утверждается на небе, говорит Феофан Затворник. Если священник Патриарх говорит благословляю Царство Небесное, а Бог говорит не благословляю, нет ему царства. И вопрос говорит, что будет утверждено? Феофан Затворник. Ну так понятно. Не надо играть, потому что с них будет особый спрос, особый. Поэтому надо быть очень осторожен, не выходить из канонов, которые святые отцы, 6-й вселенский собор, 2-е правило, назвали трубы Духа Святого, а не то, что экономия, люди другие стали, другие, тогда и Христос должен быть другой. Ценники поменялись с одной стороны тогда, Христос вчера, сегодня во веки тот же. Мы дети Адама, в Адаме все умирают. Ничего не изменилось, это обман. Вот я сегодня разговаривал с одним, ну конечно, вы такой там вроде подвиг делаете, а мы не считаем, это просто наша жизнь. Вот посмотрят, как у нас в комнате, там неправильно, я говорю, 12,8 квадратных метров. Сколько людей у меня? 11 человек, 11, и на полу никто не лежит. Здесь же мастерская, притом две мастерских. У меня тонн студии, 15 больших магнитопонов, уже на тапочке шьет. Тут же занятия иду, до 30 человек приходило. Стол за стол и пройти даже негде. Тут же столовая, спальная, туалет, кухня, все здесь на 12,8 квадратных метра. Вот сидит, я вижу, Михаил Петрович кивает головой. Вторая строительная, 62-16. Я не считаю, что это подвиг или что-то. Было время, я спрятал ключ, убрал, дверь открыл. И бомжи с вокзала приходили, пили, ели, уходили. И потом только встречается, я вижу, представительный человек такой пришел и, а я вас знаю, вы нас запускали тогда, я теперь покаялся. Видишь как? Бог не показывает все плоды, что ты делаешь, чтобы ты не свихнулся. Мы должны довериться Богу. Богу довериться целиком. А когда спрашивают, а сколько у вас обратилось? Я говорю, я 17 лет работал в тюрьме. Это не два дня. Без пропуска. У меня благодарность, Игорь, чемодан можно было набить каждый год. Я уезжаю в отпуск или куда-то, а там берут мой телефон. Где меня искать, если будет захват заложников? Никогда захвата заложников не было, где я работал в тюрьме. И что? Сколько обратилось? Слушай внимательно, не упади. Я отвечаю, ни одного. Я иду по камерам. Имею доступ к смертникам, приговоренным к смертной казни. Тогда еще не было этого меморандума. А почему? Потому что не готовы. Не готовы. Ему льготы это не дает, что он сидит там. Священник пошел, полупьяный, полупьяный, 470 сразу обмочил. И меня теперь спрашивают, а как же так? Вот тот 470, и в женский пошел, только 6 женщин не причастил, потому что они там спали или не поднялись. Почему? Профанация, обман. И когда так причащает, златоуст говорит, гибнет тот, кого допускает и кто допускает. Это два мертвеца, павшие в яму. У меня результат нулевой. Но потом я встречаю в церкви, в разных местах люди, а вы к нам приходили, вы говорили, я это все бросил, сейчас пока еще я не священник, но думаю буду, при церкви работаю. Я видел людей. Приехал по Теряевку, наш митрополит, я вас называю наш, митрополит Сергий, патриарший. И с ним там черных, диакон. И меня отвел в сторону, а вы меня, наверное, не знаете, нет. Да вы же когда вели у нас занятия в летном училище. Я курсант училища, это, конечно, для меня это бальзам. И мы как не увидим друг друга, но радуемся. Я много лет у них вел занятия, бесплатно, конечно. Вот так. Он преподавал у нас, Владимир Черных, основу жизнедеятельности, безопасности, физкультуру. Ну вот видишь как. Вот встречаются мне люди, которые в интернете, отец, учитель, я ничего не знаю. Это Бог делает. Да нам и не надо. Сколько обратилось? Я отвечаю, ни одного. Так как же так? Вы столько туда заносили, помогали, ни одного нету. Ни одного. Ну, к сожалению, время у нас полтора часа пролетело. Давайте помолимся, а кто еще захочет... Так, Сережа, я попрошу помолиться. У нас завтра приезжает один человек, который здесь будет жить, а через неделю другой. Вот он сидит, я его вижу. Чтобы у нас было благополучно, Василий. Завтра мы встречаем сестру Екатерину, она просилась, приняла у нас крещение, хакаска по национальности. И она у Надежды Васильевны будет. Она, я, говорит, искала после обращения из баптистов отделенных, это хорошие люди. И я, говорит, стала православной, искала евангельских христиан и наконец-то нашла, говорит. Я хочу быть членом вашей общины. И, значит, батюшка приезжает и, видимо, уже на голосование будет поставлено принять ее или не принять. Ну, принимает это без права голоса год. И сразу ей выдать свидетельство, что может идти на благовестие. Видите, у нас на послезавтра это все есть. А завтра мы ее встречаем. Ее звать Екатерина. Кто не забудет, помолитесь потом в свое время. А молимся, конечно. Молимся. Подожди. У меня голос. Достойная степень истину блажен Блажен Субтитры подогнал «Симон» Мы предстали перед Твоим величием и просим Тебя во имя Иисуса Христа. Прости нам наши согрешения, в чем мы поступили неправильно в этой беседе. Имя Твое Святое прославляется через жизнь нашу. Прошу Тебя, Господи, услыши нашу молитву и исполни ее. Даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где идет война. Даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Святым и сохранив пути нашу сестру Екатерину. Милости Твоя не отнимай от нас. Не по делам нашим поступай, но по милосердию Твоему неизреченному. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот такие наши занятия.